Привет всем! Вы на канале Marus Live. В сегодняшнем выпуске расскажу о последних изменениях, которые касаются всех иностранцев, пребывающих в Чешской Республике. Поддерживаем данное видео лайком и поехали! Сегодня будет несколько новостей. Первая из них в связи с текущими эпидемиологическими мерами, объявленными правительством Чешской Республики для посещения резиденций Министерства внутренних дел с 22 октября 2020 года применяются следующие правила. Кто не знает, что такое резиденция Министерства внутренних дел, это Цезенецкая полиция или ОАМПы так называемые. Так вот, ребят, доступ к рабочим местам будет разрешен только предварительно заказанным клиентам. Существующие заказы застаются в силе, то есть кто предварительно еще объединял себя. Новые заказы будут разрешены только на необходимые действия, а именно регистрация по прибытии в Чешскую Республику, обработка биометрических данных, оформление вида на жительство, оформление выездной визы только при предъявлении билета удостоверения билета, прием заявок на долгосрочную визу в долгосрочный вид на жительство с целью терпимости проживания на территории Чешской Республики, разрешение на долгосрочное проживание после выдачи долгосрочной визы, также ВНЖ для детей, рожденных в Чехии. Доступ к рабочему месту беспредварительный, запись не разрешен. Записаться можно по телефону или через сайт. Ссылочку на эту новость обязательно оставлю под видео в описании. В основном эта информация касается тех людей, которые приезжают по долгосрочным визам, то есть для получения рабочей карты. Ранее было как вы приезжали, в течение трех дней должны были податься на магистрат для получения рабочей карты. Сейчас же нужно сначала записаться на прием, позвонив по определенному телефону, либо через сайт, и потом уже в определенное время приехать и подать все документы. Вторая новость очень хорошая. Правительство утверждает возможность для иностранцев менять работодателя в Чешской Республике без необходимости выполнения условия 6 месяцев предыдущего трудоустройства в Чешской Республике. Здесь все очень просто, ребят. Теперь можно приезжать в Чехию и менять работодателя ранее, чем через 6 месяцев. Третья новость. По поводу продления визы после 16 ноября официальной информации пока нет, но есть информация от наших подписчиков о том, что полиция разрешает оставаться на территории Чехии только с официально продленным договором. Так что за всей информацией рекомендую обращаться в ЦЗН полицию, либо магистраты, и узнать всю информацию, можно оставаться, либо нельзя оставаться. Так что за всей информацией туда. Ну и четвертая новость. Недавно я выставлял пост в нашем сообществе о будущем выпуске, где вы угадывали, о какой работе будет данное видео. Да, это действительно будет Toyota. Так вот, ребят, несмотря на то, что не были выполнены условия, если помните количество собранных лайков на определенном видео, но мы все же решили выпустить это видео, и к вам будет дополнительный вопрос. Данное видео вышло очень длинным, более 50 минут, так как там очень много полезной информации. Мы хотим, чтобы вы нам помогли, а именно написали в комментариях, выпускать целое видео, то есть 50 минут. Будете вы его смотреть все полностью, или делить его на две части, ну там, например, по 25-27 минут, в зависимости от разных вопросов. Здесь все зависит реально от ваших пожеланий, так что делитесь своим мнением в комментах. Ну, а пока можете посмотреть анонс данного видео. Всем привет! С вами канал MarosLife, и в сегодняшнем выпуске говорим о знаменитом заводе Toyota. Ждал собеседования, собеседование проходило во Львове в гостинице уже. Ты прошел вот экзамен, так понимаешь, там сделал то, что они тебя просили. Ну, тоже историю омолчивает. Здрасте, здрасте. Мне быстро вот сейчас, вот еще вчера надо, давайте мне сделайте. Да, ну, конечно же, так, работа, ну, тяжелая, практически. Ну, мягко говоря, не имеет. На видео, соответственно, показывается все очень ярко, красиво, не лапушисто. Здесь все? Вот оно есть. Вот, то есть, рассказ идет о том, что оно есть. И там более-менее упор. Понятно, что есть свои нюансы, но... Каких ходов постройки, я не знаю, но очень старые. Это строили еще Советский Союз. Хорошо, душевые песо-санузлов сколько-ли-то? Санузлов? Ну, тоже, примерно. Так, посчитать это 100 человек. Ладно, вырежу. Ну, я тоже понимаю, что это удобно. То есть, его постоянно нужно бить, чтобы у тебя вообще текла вода. Там просто так все-то раздули, как бы шел прям... Украинец ударил чех. Денег нет, но вы крепитесь. Ну, как вам тизер? Крутой? Друзья, не забываем подписываться на наш канал, поддерживать лайками, а также поделиться данным видео с вашими друзьями. На сегодня у меня все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.